МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Сарова-24 в студии Мария Посыпая. Смотрите сегодня в выпуске. Что будет в детском парке на улице Сосина? Саровчане собрались на общественное обсуждение по благоустройству этой территории. Багажник на крышу и замена фар. Как внести изменения в конструкцию автомобиля? Отправили в нокаут. Саровчане одержали победу на открытом первенстве по боксу. Далее расскажем обо всем подробно. Благоустройство детского парка на улице Сосина начнется уже этой весной. На общественных обсуждениях специалисты Департамента архитектуры и градостроительства представили гражданам проектную документацию и рассказали о сроках реконструкции. Благоустройство парка будет проходить в две очереди. На первом этапе часть территории отремонтируют на средства по программе формирования комфортной городской среды. В 30 миллионов рублей обойдется благоустройство части детского парка на улице Сосина. Деньги город получит в рамках программы формирования комфортной городской среды. Реконструкцию должны начать через несколько недель. Это первая очередь благоустройства парка. К осени там появится много новых зон. Спортивных площадок, площадки для выгула собак, создание дорожно-тропиночной сети, которая будет максимально сохранять существующую структуру и включать трек для скандинавской ходьбы, создание многоуровневого освещения. Остальную часть парка отремонтируют тоже в этом году, но уже на грантовые деньги, которые город выиграл в конкурсе федеральных проектов формирования комфортной городской среды. В итоге благоустройство всего парка обойдется в 110 миллионов рублей. На втором этапе отремонтируют входные группы, поставят детские игровые комплексы, восстановят скульптуры. Также на все территории будет действовать система видеонаблюдения и оповещения. Дорожно-тропиночная сеть и освещение будет в едином стиле. Светильники у нас очень красивые, предусмотренные, экологичные, выполненные под дерево. Это будет верхнее освещение, предусматриваются опоры высотой 4-6 метров, а также освещение в покрытии практически, которое будет просто выполнять декоративную функцию. На публичных слушаниях горожане уже высказывали свое мнение о том, каким они хотят видеть парк. Сотрудники Департамента архитектуры и градостроительства постарались учесть все предложения при подготовке окончательной документации. В проекте есть зоны для горожан всех возрастов и интересов. Пожилых саровчан волновало, что ради площадок придется вырубить деревья. Нам хочется, чтобы эту территорию оставили для парка. Парк вообще придумал для отдыха такого степенного, прогулочного. А не такого, чтобы здесь крутилось, свертелся, это не стадион. Самое главное в парке, не та красота, о которой вы говорите, сохраните каждое дерево, которое вы просмете. Поставьте под него лавочку, песочницу, а остальное все сформируется само собой. А вот городить вот эту вот красоту, это лишнее, это положить деньги, потом все это, как у нас в городе вандализм разве, все это туда войдет, понятно. Жители интересовали покрытие дорожек, безопасность игровых комплексов, доступность парка для маломобильных групп населения. Звучали предложения о строительстве площадки с тренажерами для реабилитации, оформление входных групп. Особое внимание горожане уделили игровому комплексу «Змейка». Высота какая-то у нее, там резиновый покрытие внизу. Там, между собой, это будет гравий, мелкая фракция, под самой этой лестницей, под самой этой змейкой, сельки, качельки, какие-то сельки. Она ничему, ни на что не открывает вид. Это безумная, глупая идея. Не знаю, кто это придумал. Это не для нашего места, не для нашего города. Вот это вот глупая змейка, извините. Благоустройство первой очереди должны завершить к 1 октября. Конкурс на выбор подрядчик уже объявили, и на следующей неделе будут известны его итоги. Остальную территорию начнут реконструировать чуть позже. Полностью обновленный парк горожане увидят к концу осени. Больше месяца в России действуют новые правила о внесении изменений в конструкцию транспортных средств. Требования коснулись в том числе обычных вещей, например, фаркопов, багажников на крышу, замены фар. Теперь, чтобы что-то переделать в автомобиле, нужно заручиться одобрением лаборатории. О том, как узаконить изменения в своем авто, расскажем в следующем репортаже. Руль, сиденья, фары, бамперы, нестандартные пороги, подкрылки, газобаллонное оборудование. По новым правилам регистрировать нужно все, что считается компонентом автомобиля. При условии, что владелец эти детали заменил или модифицировал. Сведения о том, какое оборудование разрешено установить на конкретный автомобиль, можно найти на сайте Росстандарта. Для этого нужно ввести номер одобрения типа транспортного средства, который указан в ПТС. Перечень вносимых изменений, что можно, что нельзя, конечно, зависит от технической характеристики транспортного средства. Они прописаны как в руководстве по эксплуатации, так и в основном, и основной документ является основополагающим. Это, конечно, одобрение типа транспортного средства. Вот там написано все, что можно, а что нельзя. Первый шаг к регистрации переделок в автомобиле – получение заключения предварительной технической экспертизы. Затем в отделе ГИБДД следует оформить разрешение на внесение изменений, и только потом можно отогнать свой автомобиль к специалистам, которые и воплотят в жизнь ваши задумки. С этими документами он опять обращается в аккредитованную организацию для получения протокола о соответствии транспортного средства в требованиях безопасности. И уже имея на руках весь пакет документов, он вновь обращается к нам, предварительно пройдя на пункте технического контроля технический осмотр транспортного средства, для того, чтобы мы выдали заключение о соответствии транспортного средства в требованиях безопасности. В Сарове чаще обращаются за разрешением установить газобаллонное оборудование, заменить модель двигателя или установить место кузова ЦСРНом. За незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства автолюбителю придется заплатить 500 рублей штрафа и в течение 10 дней устранить нарушение. Если владелец автомобиля этого не сделает, то последует более серьезное наказание. За два месяца в Сарове выписали штрафы семи автолюбителям, которые самовольно внесли изменения в конструкцию своих машин. Сотрудники госавтоинспекции имеют право прекратить регистрацию данного транспортного средства. То есть сначала идет привлечение к административной ответственности, и потом уже возоблюдается процесс прекращения регистрации. Изымаются государственные регистрационные знаки, изымаются свидетельства о регистрации транспортного средства, и эксплуатировать его уже нельзя. Сотрудники технического надзора Саровской госавтоинспекции консультируют и принимают заявления горожан по вторникам и четвергам по адресу улица Солнечная, дом 10. Стартовал прием заявок на международный конкурс «Православная инициатива-2021». В этом конкурсе он проходит по направлениям образование и воспитание, социальное служение, культура и информационное. Подробности на сайте www.pravkonkurse.ru Заявки принимают до 5 апреля, победители объявят не позднее 25 апреля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Социальные пенсии проиндексируют на 3,4% с 1 апреля, сообщили в Минтруде. В результате средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля. В общей сложности индексация коснется почти 4 миллионов россиян. Это получатели социальных пенсий и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. По информации Минтруда, для индексации из бюджета направят около 13 миллиардов рублей до конца года. Правительство возобновит программу туристического кэшбэка в марте. Речь идет о программе поддержки внутреннего туризма с возмещением туристам части расходов на путешествия и отдых в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Когда кэшбэк заработал первый раз, при соблюдении минимальных требований людям напрямую возмещали до 20% стоимости тура. В прошлом году на эти цели было направлено более 1 миллиарда рублей. Сегодня выделено 2 миллиарда рублей на продолжение программы. Ее новый этап начнем уже в марте, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене, сообщил Михаил Мишустин. Это позволит снизить для туристов стоимость около 300 тысяч услуг, даст возможность активнее развивать туристический бизнес в регионах, добавил он. Врач-терапевт КБ-50 Любовь Девитайкина достойна почетного знака губернатора Нижегородской области за вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Как отметил на церемонии награждения Давид Мелик-Гусейнов, около 90% представительниц прекрасного пола трудятся во всех сферах Нижегородского здравоохранения. Именно женщины-медики быстро адаптировались в реалиях сегодняшнего дня Масленица – старинный русский народный праздник. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны. В старину на Масленицу прославляли природу, землю и продолжение рода, зазывали богатый урожай, вспоминали умерших предков. Народным традициям и обычаям большое внимание уделяют в детской школе искусств номер 2. Не обходят там стороной и Масленицу. Широкая Масленица в Сарове продолжается. Воспитанники 20-й школы встретили четвертый день «Разгуляй». Ученики первых, вторых и третьих классов начали праздник в школе с традиционного хоровода. А вот второй А-класс широко гуляли уже на улице. Мы пели разные песни и частушки. Например, барыня – это частушка, а блины – это уже песня. Мы танцевали и ели блины. Это, конечно, не первый раз, когда мы вот так вот делаем. Мы еще в садике так делали. Мне очень понравилось, очень прикольно. 20 лет на базе структурного подразделения школы работает отделение «Музыкальный фольклор Дышей номер 2». И каждый год ребята готовятся к таким праздникам народного календаря, как осенины, зимние святки, Масленица. Встречать весну народными гуляниями и задорными песнями стало для них доброй традицией. Вот это традиционный праздник Масленица, к которому мы специально готовимся, разучиваем игры, разучиваем песни масленичные, ну и добавляем, конечно, масленичные движения, чтобы вот эти традиции у нас продолжались и дети чувствовали, что они живут в России и поют русские народные песни. Проводы зимы подходят к концу. По масленичному календарю еще остаются тещины вечерки, заловкины посиделки и прощенное воскресенье. В последний день недели принято проводить широкие гуляния с сжиганием чучела. С Масленицей! Воспитанники отделения бокса спортивной школы «Икар» приняли участие в открытом первенстве города Кулибаки. Саровчане показали на соревнованиях отличные результаты и вернулись домой с медалями. Подробнее об успехах боксеров расскажем в следующем репортаже. Тренировка юных боксеров «Икара» длится 2-3 часа, за которые ребята успевают развивать не только физические способности. Числовая таблица помогает отработать внимание, шахматы, логику и тактическое мышление. Возможно, именно поэтому саровские спортсмены нередко становятся победителями и призерами на соревнованиях. Последние трофеи боксеры привезли с открытого первенства, которое прошло в Кулибаках. Это были мои первые соревнования. Я уже занимаюсь год с половиной. На протяжении трех раундов держался очень смело и хорошо поступал к сопернику. С дебютных соревнований Игорь Шмидт привез серебро. Золото удалось завоевать Максиму Филиппову. В бокс юноша пришел два года назад для того, чтобы получить навыки самообороны. Со временем Максим втянулся. Теперь ставит перед собой цель подняться на Олимпийский педестал. Была одна встреча с соперником. Соперник был поопытнее меня. Больше боев. Я его победил. Рамазан Султанов ежедневно занимается в тренировочном зале и дома. Вместе с наставником Вячеславом Дроновым разрабатывает тактику на момент встречи с соперником. Первые 10 секунд я смотрю на соперника, хочу делать, раздергиваю его. А потом уже остальные раунды боксирую. Первое место, по словам Рамазана, завоевать было легко. Соперник уступал в силах. Саровчанину оставалось лишь показать результаты упорных тренировок. Итог очередного выезда воспитанников Икара – семь золотых и две серебряных медали. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежки ценят особо. Десятки его сортов можно попробовать в торговом центре «Галактика». Там пройдет выставка «Медовая феерия». Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 11 по 14 марта там проходит «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими – хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Также на «Медовой феерии» – мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное влияние на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. «Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям. Аллергию не вызывает». На выставке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. «Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль, брызгает горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием». Не пропустите выставку «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 11 по 14 марта с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин